Был такой страшный, мрачный фильм, пародия. Если смотреть на него правильными глазами, то очень смешной. Пародия на Средневековье. Еще, надеюсь, кто-то помнит этого актера, Сбигневым-Цибульским. Польский фильм, естественно. И там был такой эпизод, когда одного из персонажей спрашивают, ну кто он, что он, он должен рассказать о себе. И вдруг сидит перед нами такой, заикается, глаза у него съезжают на сторону, весь дергается. И потом он говорит, а родился я в Кордове. И все становится на свои места. Ну, я сразу вас успокою, я родился не в Кордове. Но если я скажу, где я родился, то мало кто знает это место. Есть такой город Лигница, сегодня это Польша. А тогда, в 1947 году, Иосиф Писсарионович еще не решил, где Польша, а где Германия. И моя мама, она была верной коммунисткой, ну не до конца дней, надо отдать ей должное. На каком-то этапе она все же отдумалась. Но тогда была правоверна, дальше некуда. И решила, ну как же это так? Советский ребенок родился в Германии, никуда не годится. И она, трудно было добраться, но махнула в лодь. И меня записали, нет, не полякам, не пугайтесь, а человеком, который родился в Польше. Так что буду вам представляться. Сибориты и сиборитки, зовут меня Гена. Если кому интересно, моя фамилия Вальберг, пожалуйста. Родился неизвестно где, сегодня в Польше. А тогда, значит, это была загадкой. А потом были всякие другие путешествия. Но оказался я там совершенно случайно. Война недавно кончилась. Часть, с которой воевал мой папа, он дошел до Берлина, застряла там. И маму пустили к нему. Он был офицер. Не бог в весь каких чинах. До майора служился. Но пустили туда. И вот, значит, там меня произвели на свет. А потом мы попали в Белоруссию. А потом мы попали еще в разные места. Но это я все опущу. Это не очень интересная часть моей биографии. Учиться я пошел в Москве. И вообще всю сознательную жизнь, пока не уехал из Советского Союза, жил там, в Москве. И помешался на кино. И где-то класса с пятого начал фотографировать, снимать на пленочку 8 миллиметров. Были тогда такие аппараты, какие-то фильмы, даже делать мультипликации. И так далее, и так далее. Но с Авгиком у меня, к сожалению, отношения не сложились. Меня туда прокатили. Возможно, так сказать, трезво оценив мои таланты и достоинства. И чтобы я не очень настырно поступал туда, вместо нормального вуза я попал в Советскую армию. Оказался на Белом море в городе Северодвинске. В свое время нельзя было произносить это слово, потому что прямо напротив нашей части, на другом берегу Двины, которая впадала в Белое море, стоял. Он и сегодня там стоит завод, где делали атомные подводные лодки. Но сегодня все это рассекречено, поэтому я никаких тайн не раскрываю и не продаю. Впечатления о Северодвинске у меня остались весьма и весьма нелегкими. Прямо скажем, холодно. Минус 40, это все-таки впечатляет. Но, когда я вернулся в Москву, одолев все это, я решил, что ну а кто теперь мне помешает заниматься кино? И снова пошел в Авгик. И меня снова прокатили. Прокатили один раз, прокатили два. Не помешал даже тот факт, что я устроился работать на МАЗ-фильм. Но не думайте, что меня туда взяли главным оператором или кинорежиссером. Я там просто таскал фонари. Но для того, чтобы поступить в Авгик, я изучил все, что только можно было изучить по кино. Это было мое, так сказать, начало погружения в какую-то такую окололитературную жизнь. Ну, я уже болчу о том, что я писал сценарии, которые, естественно, никуда не шли, никто не хотел их читать. Ну, то есть, нормально, неудачник, много таких. Но, в конце концов, МАЗ-фильм не помог. В ГИБ меня не взял. Я обиделся на весь белый свет и пошел в Московский государственный университет, УГУ, поступать на филологический факультет. Ну, тогда родственники надо мной смеялись, говорят, если тебя в Авгик не хотят брать, то с чего ты вдруг решишь, что тебя возьмут туда. Ну, вот видите, гримасы судьбы или улыбки, или как хотите их называйте, там я почему-то пришелся ко двору. И стал филологом, специалистом по русскому языку и литературе. Ну, так написано в моем дипломе. Хотя писать я не перестал, ну, уже не киносценарии, а как-то так оно получилось, что литература сама по себе заинтересовала меня. Большим филологом я не сделался, но книжки писать начал. И какие-то из них издавались, какие-то издавались менее активно, какие-то я издавал уже после отъезда в государство Израиль, что случилось в 1981 году, времена, прямо скажем, не очень легкие для того, чтобы в послеолимпийский период покинуть Советский Союз. Но удалось, получилось. Судьба, видите, начала мне улыбаться. Жизнь меня свела с массой интересных людей. На Мосфильме я познакомился достаточно близко с Роланом Быковым. Даже принимал участие, ну, не хожу, что очень большое, но, тем не менее, в съемках фильма «Солярис» с Тарковским познакомился еще с рядом интересных людей, а вот в литературе так и со всем. Мои первые опусы читал Аркадий Стругацкий и высказался на этот счет очень любопытно, что все это, конечно, надо бы печатать, но, парень, приготовь себя к тому, что этого не напечатают никогда. До тех пор, во всяком случае, пока стоит советский строй. На этот счет он выдал интерес, ну, Максима, что, дескать, ты, вроде, пишешь нереализм, да, а это у нас не котируется. Поэтому все, что нереализм, у нас научная фантастика. Поэтому то, что ты пишешь, должно быть фантастика. Я говорю, это и так фантастично достаточно. И тогда вот он сказал, ты понимаешь, в чем дело? Настоящий научный фантаст в Советском Союзе общепризнан, только один. Это Карл Маркс. А все остальные ненаучные. Ну, они так или иначе прикидываются научными. Поэтому и ты должен научиться прикидываться научным фантастам. Я начал прикидываться научным фантастам, оказался в клубе молодых литераторов, при Центральном доме литераторов, там еще где-то чего-то, еще масса людей. Стали моими знакомыми, друзьями. Кто-то ближе, кто-то меньше. Но пробить советскую цензуру, в общем, практически не удавалось. И могу сказать, что не удалось. То есть публикации были, но не хочу на них ссылаться. Вышла только одна стоящая книжка, но она вышла уже в момент перестройки. Называлась «Рождение Шлягера». Если кто-нибудь когда-нибудь видел, слышал, надеюсь, ему понравилось. А все остальное с огромным трудом я сумел увезти с собой в Израиль. И оно выходило уже за рубежом. Я понимаю, что до доступа во времена «Железного занавеса» к советскому читателю эти книжки не имели. Но потом занавес, слава богу, свалился. И эти книжки можно сегодня купить, разыскать в интернете, или связаться со мной, если кому-нибудь очень интересно. А вот что касается моей научной фантастики, я хочу рассказать один эпизод из моей биографии. Маленький-маленький, но вы увидите, что потенциал для писания научной фантастики у меня, несомненно, был. Дело в том, что, оказавшись в армии, я очень быстро сообразил, что если мне придется копать траншеи в минус 40, то со мной случится что-то очень плохое. Ну, не то, чтобы я был так уж хитер и прочее, ну, холодно, ну, куда денешься, да? А копать траншею на севере, где вечная мерзлота, можно только зимой, потому что летом сколько ни копай, лед подтаивает, и, так сказать, тебя этой грязью заливает. А зимой нормально, кайлом, как будто воюешь с куском гранита, отбиваешь кусочки и так копаешь. Ну, там кто-то рассказывал, что американцы еще во Вторую мировую войну траншеи копали машинами, а не ледскими руками. Ну, так кто американцы, что с них взять? А тут стройба, здоровая рабочая сила, пусть ковыряются. Вот, и как-то однажды подходит какой-то лейтенант, ну, не какой-то, знал я этого лейтенанта, он там командовал стройкой, говорит, кто умеет писать плакаты? Ну, естественно, кто первый выскочил из траншеи? Я выскочил, сказал, что умею. В жизни этого не делал, но оказалось, что всему можно научиться, если очень хочешь. И вот уже через пару часов, получив несколько листов кровельного железа, я писал замечательные транспаранты. Сдадим объект в срок. Решение какого-то съезда партии, извиняюсь, забыл уже какого, в жизнь военный строитель, мастерком и ударным трудом ударил по, ну, империалистам, капиталистам, я не все помню наизусть. Ударяли мы сильно. Дома, которые мы строили, нормально разрушались уже через пару лет после того, как мы их заканчивали. Но, тем не менее, считалось, что все это рентабельно, и можно, так сказать, продолжать. Но дальше произошло событие, которое, собственно, и сделало меня научным фантастом. Дело в том, что, однажды оказавшись в штабе отряда, я там стенгазету вешал к Новому году или к какому-то ноябрьским празднику, не помню. И рядом со мной оказался человек, капитан, я уже разбирался в чинах, одно я только проморгал, погон у него был необычный, с фиолетовым просветом, кто знает, полосочка такая на погоне. Что должно было мне подсказать, откуда этот капитан? Ну, темный человек я был, не сообразил. И вот, смотрю на свою газету, и радуюсь, так красиво у меня все получилось, и военный строитель там красивый, и воин с автоматом, которых нам не давали, тем не менее, тоже очень красивые, и задняя стена дворца съездов с контуром Владимира Ильича тоже красиво нарисовалась. И вот этот капитан меня спрашивает, ты сам все нарисовал? Я говорю, да, конечно, что нам стоит нарисовать? А заметки кто написал? И мои заметки я написал, а то ходи, проси, а за всех сам все сделал. Ну, ты какой, ты все умеешь. И вдруг такой странный вопрос, а откуда ты все это знаешь? А я вот кино увлекаюсь, я вот мультипликации когда-то делал, и вот там снимал, всякую ерунду. О, мультипликации, кино, это жутко интересно, я хочу с тобой побеседовать. Я говорю, беседуйте. А вот знаешь, зайди в эту комнату, и сообщает мне она о комнате, которая находится в этом штабе, в котором я бывал тысячу раз, и понятия не имел, что такая комната там есть. Но два слова об этой комнате, это таинственная история, когда в штаб входишь, ну, представьте, барак, барак очень длинный, и вот ты оказываешься в таком прибанничке, где свет почему-то никогда не горит, хотя лампочка там висит, но как она включается, никто не знает. И в этом темном прибанничке, потому что есть вторая дверь, ведущая непосредственно в штаб, а прибанничек нужен, поскольку если на улице минус 40, и нет прибанничек, то в штабе будет холодно. В роте может быть холодно, а в штабе нет, там все-таки начальство сидит. И вот, когда входишь туда, то слева там висит почтовый ящик, в который надо бросать письма, если ты хочешь их писать близким, родным или кому угодно. Вот, а напротив этого ящика оказалась дверь, без номера, без надписи, хотя все двери были написаны, своими руками таблички сделал. Командир отряда, начальник штаба, там заведующий или главный по хозяйственной части, я вообще не помню все эти таблички, а вот про эту дверь никто ничего не говорил, и ничего там не висело. Так вот, этот капитан мне объяснил, что такая дверь есть, надо только ее толкнуть. Я говорю, что значит толкнуть? А она будет открыта. Я в назначенное время вхожу в этот прибанник, лампочка не горит, ничего не видно, нащупываю дверь, обитую дерматином, под которой набито такое количество ваты, что если прислониться, то прям сразу хочется заснуть. Во всяком случае, наши солдатские матрацы были набиты значительно хуже. И вот я ее толкнул, она таки открывается. Вхожу в комнату, не знал, что такая есть. В этой комнате стол пустый, ничего кроме стола, и стол пуст, и на нем кроме настольной лампы тоже ничего. А за ним сидит мой самый тот капитан, в такой вальяжной позе, коробка с папиросами на столе, в углу сейф, ростом выше моего капитана, и больше ничего. И я сразу начинаю озираться, странная комната, в штабе не было ни одной комнаты без окон, а здесь вроде окна нет. Но потом оказалось, что оно есть, но оно плотно забито, затянуто таким войлочным солдатским одеялом. То есть с улицы это окно всегда не горит, сообразил я. И вот здесь мне стало на душе гнусно. Я понял, что я попал во владение не знаю точно чего, но, сами понимаете, догадки во мне заработали. И вот этот человек начал со мной беседовать. Он стал мне объяснять, что вот в части есть люди, которые слушают приемники, ты знаешь такие? Я говорю, знаю, конечно, сам футбол слушал, чем донат мира недавно был. Ну да, ты хороший парень, ты все футбол, а вот кто-то что-то другое слушает. Чем дальше он в эту тему погружался, тем на душе у меня становилось пакостнее. Я понял, что он чего-то от меня хочет. А хотел он очень простого. Говорит, ты можешь мне составить список людей, у которых есть приемники? Что делать? Сказать ему нет? Завтра я буду опять в траншеи. Сказать ему да и превратиться в кого? Ну понятно, кого он из меня хочет сделать. Я должен поставлять ему информацию о том, что он из особого отдела, тут особой нужды не было рассуждать. И вот я сижу в задумчивости, и вдруг этот человек, надо представить эту физиономию, такую большую-большую, слегка высеющую, с папиросой в углу рта, и вдруг он со мной начинает говорить на Идиш. Можете себе вообразить? Я ему честно говорю, не знаю я Идиша. Ну да, да, у меня еврейская семья, но мы обрусели, и мама у меня коммунистка, и вообще я Идиша не слышал в жизни. Ну он возвращается на русский, то есть уже со всех сторон ко мне подобрался, и вот напомнив мне мою маму, у меня вдруг упало в голове, ну знаете, помните, как в автомат двухкопеечные монеты бросали, так бум-бум-бум, свалилось куда-то, и я себе сказал, Генка, это твой последний и единственный шанс. И я дрожащими губами говорю, знаете что, я составлю список, который вы просите, но при одном условии. Я сначала напишу письмо маме. Он удивился, говорит, в чем здесь твоя мама? Ну видите ли, говорю я ему, у меня мама в СМЕРШе работает. Как я выдавил это слово, не знаю. Какого СМЕРШа в 67-68 году не было, понятно, он давным-давно сгинул. И мама моя ни в каком СМЕРШе, естественно, не работала. Но, когда ее пускали к папе туда, в Германию, то, естественно, сделали как-то дать новосременовский снимок на предмет ее лояльности. Ну, она у меня комсомолка 30-х годов, коммунистка, я уже говорил. В общем, проверили ее нормально и дали какую-то книжицу. И в этой книжице вот это вот страшное слово я и прочитал. А она там занималась тем, что был у нее детский садик. Кто ходил в этот детский садик, предполагаю, дети тех самых людей, в организацию, в которой ее зачистили якобы. Но так или иначе, вот такую надпись я видел, такая книжка была, больше никаких свидетельств у меня на тот момент не было. И когда я произнес этому капитану слово СМЕРШ, то вдруг произошло чудо. Он вдруг переменился в лице и сказал, а знаете, Гена, не надо маме писать письмо. Я думаю, как же, я, не посоветовавшись с мамой, ничего не делаю. Не надо, сказал он, и список можете не составлять. Вы знаете, мы с вами еще встретимся, у нас еще будет повод побеседовать. Ну, я думаю, конечно, я очень рад. И когда он мне разрешил из этой комнаты уйти, вы себе вообразить не можете, как колотилось мое сердце. Я думаю, сейчас вот дойду до двери, и еще что-то случится. Но нет, оказался в этом прибаннике, вышел на улицу, мне хоть минус 50, я все равно весь горел. Думал, черт подери, ну как же я выкрутился, ведь меня же стукачом хотели сделать. И вот в эту минуту я понял, что мое вранье, а я врал, было художественным, а раз я умею художественным врать, то значит, я могу писать фантастику. И я принялся за эту фантастику. Он написал несколько рассказов, которые по приезде в Москву показал сначала Ариадне Григорьевне Громовой, она потом меня свела со Стругацким, ну и там были еще разные люди. И так, благодаря СМЕРШу и моей маме, я стал писателем. А благодаря ФИЛФАКу набрался еще куча всякой информации. И, как мне сегодня кажется, может, я ошибаюсь, я хочу слышать ваше мнение на сей счет, всего этого накопилось так много, что оно меня просто распирает, как бочку. А чтобы с бочкой не случилась какая-нибудь неприятность, то надо приоткрыть клапан и что-то такое потихонечку начать из нее выпускать. И вот мне захотелось поделиться с моими сиборитами, сиборитками, поскольку и сам себя отношу к таковым. И вот я сижу перед вами, вы меня слушаете, и очень надеюсь, что у нас с вами найдется общий язык. На этом я пока закруглюсь. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok